Добрый день, друзья! Перед нами два смартфона. Это имиджевый Samsung, который на момент выхода в 2015 году стоил 400 долларов. И изначально бюджетный Xiaomi Redmi 5, который стоит 110 долларов. Среди некоторых пользователей бытует мнение, что даже старенький Samsung лучше нового китайского смартфона. Мы недавно сравнивали Samsung A5 2017 года с новым Xiaomi Note 5 2018 года. И там у Samsung были сильные стороны в виде защиты от воды и многих приколов, которые связаны с AMOLED дисплеем и оболочкой. А сейчас перед нами Samsung A5 2015 года, который на авито пользователи продают примерно за 6000 рублей. Я был удивлен такой высокой цене, потому что за 7-8 тысяч рублей можно купить абсолютно новый Xiaomi Redmi 5. Давайте посмотрим на эти два смартфона, посмотрим кто из них открывает приложение быстрее. По корпусу перед нами полностью цельнометаллический Samsung и в основном пластиковый Redmi 5 со вставкой из тонкого листа алюминия. Redmi 5, конечно, выглядит намного современнее за счет вытянутого дисплея и более срубленных углов. Но угловатый Samsung чувствуется в руках более надежно. И этот Samsung, которому два года, он очень много раз падал на разные поверхности и он до сих пор живой. А мой Xiaomi Redmi 5, который я ношу в чехле, уже успел поцарапаться дисплеем. Я даже не знаю, как это произошло. Поэтому по надежности по корпусу, я думаю, что Samsung выигрывает. Хотя по современному виду, конечно же, Redmi 5 выглядит намного лучше. И стекло Samsung это Gorilla Glass, а дисплей Redmi 5, какой-то китайский производитель, которого мы даже не знаем. Потому что у Xiaomi бывают разные комплектующие в одной модели. У Samsung 5-дюймовый дисплей с разрешением HD. Это Super AMOLED дисплей. А у Redmi 5 это 5,7 дюймов. Разрешение HD+. И это IPS-дисплей. Конечно, дисплей современный на Redmi 5, но Super AMOLED дисплей на Samsung позволяет включить некоторые фишки, такие как режим максимального энергосбережения. Ну и, конечно, у Redmi 5 есть очень большое преимущество перед Samsung A5. Это очень быстрый сканер отпечатков пальцев, который работает просто мгновенно. Оболочка Xiaomi, конечно, выглядит намного современнее, потому что это все-таки новая оболочка, и она базируется на Android 8. У Samsung оболочка очень сильно устарела, потому что по внешнему виду она уже осталась в 2015-2016 году, хотя она тоже очень функциональная. Оболочка Samsung базируется на Android 6. Есть такой неприятный момент. В фирменной оболочке Redmi 5, которая называется MIUI, есть встроенная реклама в некоторых приложениях. И от нее никуда не деться, и никак ее не выключить. Давайте посмотрим, как смартфоны открывают одинаковые приложения. Я выбрал приложения, которые связаны с работой интернета, потому что чаще всего мы работаем именно с ними. Оба телефона подключены к одной точке Wi-Fi, и мы видим, что практически во всех сценариях Redmi 5 открывает все приложения быстрее. Даже игры открываются на Redmi 5 быстрее. Это, в принципе, ожидаемо, потому что на Samsung установлен процессор с наберем 410, который уже выпускается несколько лет. На 28-нанометровом техпроцессе. А Redmi 5 это более современный, с Snapdragon 450, с техпроцессом 14 нанометров. И более высокой тактовой частотой. Память, что на Samsung, и что на Redmi 5 одинаковая. Это 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Оба телефона поддерживают поддержку двух сим-карт, или одна сим-карта, плюс карта памяти. Перед нами примеры фото с камер смартфона. Я был удивлен, что трехлетний Samsung снимает фотографии примерно так же, как и Redmi 5. Особой разницы я не вижу. Но это, опять-таки, на мой взгляд. И оба смартфона умеют записывать видео в формате Full HD при 30 кадрах в секунду. Если исходить чисто из цены, то мы видим, что бэушный Samsung с старым аккумулятором 2300 мАч стоит столько же, что и новый Redmi 5 с аккумулятором 3300 мАч. То однозначно мой выбор это Redmi 5, потому что это новый смартфон. Очень автономный смартфон. Он реально может жить два дня. При моем интенсивном пользовании он живет один день полностью. Но хотя именно вот этот Samsung тоже работает неплохо, потому что особо ничем не нагружают. И в принципе пользуются только звонками и некоторыми социальными сетями. Я не понимаю тех людей, которые боятся смартфонов китайских брендов и предпочитают переплачивать за известные бренды типа Sony, Samsung и HTC в бюджетном сегменте. Потому что в бюджетном сегменте Samsung уже давно проиграл войну китайским брендам Meizu, Xiaomi, Honor и прочим. Даже линейка A-серии и J-серии 2018 года это нам наглядно показывает. Если взять только по характеристикам, то Samsung будет и дороже и хуже по техническим характеристикам, чем китайские бренды. Хотя есть люди, которые почитают фирменные фишки Samsung, поэтому для них в принципе A и J-серии 2016 года может быть полезной покупкой. Если мы говорим про смартфоны до 20 тысяч рублей, то я считаю, что китайские смартфоны это самая лучшая покупка по соотношению цена-качество. Если мы говорим про самый премиальный Android смартфон, то на мой взгляд лучше Samsung пока еще ничего не придумали. Напишите ваше мнение по поводу китайских смартфонов. До новых встреч!